Привет! В копилку лесного творчества добавим сегодня утварь из сосновых иголок. Профессионалы этого дела создают потрясающие вещи из коричневых и зеленых иголок. Порой окрашивают их и переплетают все либо самими иголками, либо же нитями. Делают даже украшения. Как ни странно, подходящий материал не всем доступен. У нас на даче вот такие вот иголки от 6 до 9 сантиметров где-то. Вроде бы длинные иголки, думала я, пока не увидела, что плетут на самом деле из вот таких. А я даже не знала, что такие существуют. Благодаря такой длине вам в общей сложности нужно меньше иголок. Вы будете реже их вставлять и будет меньше вот этих острых хвостиков, которые не всегда легко спрятать. Но и из тех, что у меня, тоже вполне можно плести. Просто это чуточку сложнее. Тем не менее, я решила попробовать. Обычно берут упавшие коричневые иголки, но у нас они все какие-то почерневшие в траве и они очень ломкие. Их можно разорвать вот так вот очень просто. Поэтому я приняла решение взять зеленые. Брала я их с той сосны, про которую недавно рассказывала вам в видео про варенье из шишек. И на зеркале тут тоже ее иголки. Я где-то прочитала, что плести из свежих иголок нежелательно. Потому что при высыхании, а они очевидно высохнут, они ужимаются. И тогда ваше плетение уже не будет таким тугим, каким вы делали его изначально. И поэтому лучше плести сразу по уже усохшим иголочкам. Поэтому я немного подсушила иголки сначала на солнце, хотя солнце выжигает свет, но, так или иначе, его потом будет меньше в иголках. И потом окончательно мои иголки высохли благодаря московской жаре этого года. Я тут немножечко уже попробовала поплести, и сейчас будем с вами делать это вместе. Если просто взять сухую иголку, она легко ломается. Поэтому хвою нужно подготовить. Первым делом с нее снимаются вот эти хвостики, чтобы иголки были ровными и чистыми. Я собираю их в стакан, потому что потом залью кипятком. Некоторые прям варят иголки, но я не знаю, насколько это необходимо и способствует ли это чему-то дополнительному или нет. Потому что, когда я просто заливала иголки кипятком, они прекрасно размягчались и становились эластичными. Но не заливайте все иголки сразу. Замачивайте ровно столько, сколько готовы использовать за раз. Потому что, например, если вы оставите их на ночь, мне с такими на следующий день не очень хотелось работать, потому что они как-то не очень выглядят. Так что лучше порционно, по чуть-чуть. Начатое изделие, если вы не успели закончить, можно положить в пакет и в холодильник. Хотя у меня, например, за ночь они не сильно высыхали, и я на утро спокойно продолжала работать. Но все зависит от температуры и влажности. Иголки у меня короткие, поэтому плести ими мне не представлялось возможным. И надо было выбрать нитки. Про корзинки я узнала вот от этой девушки. И она использует вощеные полиэстровые нити. Такие, только потоньше, я и заказала на Алике. И они просто прекрасны. Топ из бусин надо было плести на таких. Я начала с коричневой нити. Мне нравится, как она сочетается с зеленой хвоей. А иголка у меня вот такая обычная. Хвоя размокла, значит можно начинать. Для старта я беру меньше иголок, чем потом планирую использовать в ряде. Если брать сразу желаемую толщину, их сложно скрутить так, чтобы в центре не было отверстия. Можно сложить вот так пополам, как многие делают. Или, наверное, как в основном и делают. Но это закладывает немного овальную форму. И мне такой внешний вид этого начала не очень нравится. Хотя вы, если кто-то захочет попробовать это, вполне можете это использовать. Хвостик просто сгибается и прошивается туда-сюда. Я же делаю следующим образом. Первым делом подготавливаю нить, просовываю ее в иглу. Беру хвою, немного, где-то 5 иголочек. И они все должны смотреть в одну сторону. И на этом конце их необходимо сравнять по длине. Беру конец нити, там, где нет иголки. Прикладываю его вот таким образом. И начинаю обматывать хвою так, чтобы замотать хвостик внутри. Намотку делаю туго, ниточка к ниточке, словно это пружинка. А длина намотки зависит от объема иголок. Подрезаю лишние хвостики и начинаю закручивать этот конец в спиральку. Точнее сначала это все-таки колечко. Затем просовываю иглу через торец, где видно иголочки. И выпускаю по диагонали. Вот таким образом протыкая все насквозь. И затягиваю. После иголку нужно вернуть почти обратно. Поэтому я протыкаю ею рядом. А в конце будет идеально, если она пройдет через самую первую нить. Но все нити разные, поэтому рядом тоже можно. И тоже хорошо затягиваю. Теперь можно загнуть иголки по спирали и перетянуть их нитью. А иглу я пропускаю чуть дальше по направлению спирали. Пока приходится прокалывать вот этот вот обмотанный пучок, может понадобиться наперсток или что-то, во что вы сможете упирать иглу, чтобы не повредить стол. Потому что здесь иголка проходит довольно туго. Дальше будет проще. Подкручиваю иголки и вновь обматываю их нитью, пропуская иглу снизу вверх. Перед тем, как затягивать нить, располагаю ее ровненько и так, чтобы все стежки были на одинаковом расстоянии друг от друга. Уже на третьем стежке подкладываю внутрь новую иголку. Вот таким образом вниз, чтобы ее хвостик был незаметен. И перекрываю ее другими иголками, затягивая их нитью. Так как у меня иголки довольно короткие, я решила вставлять их все время постепенно, чтобы не было такого, чтобы тут вот иголки закончились все и мне надо сразу новый пучок вставлять, потому что это будет виднее. И мне кажется, что такой стык спрятать куда сложнее. Не знаю, насколько это правильно, но я все время подкладывала по чуть-чуть и получалось вот так. И видите, они все разной длины. И когда короткая заканчивалась и не притягивалась нитью, потому что она слишком короткая, я перекрывала ее более длинной иглой. Вот таким образом. Плюс, когда плетется что-то плоское, те иголки, которые вылезают сбоку, потом перекрываются следующим рядом, и их не видно. Но тут главное, чтобы они не вылезали сверху и снизу. Бывает, иголки приходилось немного подтягивать, потому что они вот так вот вылезали немного. А так все туго и ровненько. Иглу для следующего ряда я вывожу в центре предыдущего ряда, там, где есть нить. Таким образом, получится словно единая линия, и я делаю это перед ней. Таким образом, когда новый стежок пойдет в ту сторону, он будет цепляться за предыдущий, и между ними не будет пробелов. И видите, так как я вывожу ее всегда чуть впереди, нить ложится не прямо перпендикулярно, а заворачивает. Тут я заметила, что плету влево, а я правша. Казалось бы, было бы удобнее плести вправо, чтобы подкладывать иголки правой рукой. Но в то же время, когда они направлены влево, я левой рукой их заворачиваю и придерживаю, а правой как раз таки обматываю. И, кстати, да, я набрала толщину иголок, и теперь придерживаюсь ее. Я видела советы использовать трубочку или что-то подобное для того, чтобы все время была одна толщина ряда. И я у себя из подходящего нашла люверс, и пробовала с ним плести. Не могу сказать, что мне было сильно проще и удобнее, но как вариант, вполне можно попробовать. Еще хорошо то, что пока кружок небольшой, его можно немного поджать и скорректировать. И чем больше становится круг, тем больше получается расстояние между стежками. И некоторые хвостики совсем сложно уже становится прятать. Поэтому я решила добавить дополнительные стежки между. Ну и некоторые хвостики я просто прятала под более длинными иголками. А затягивать нить мне было удобнее всего, придерживая вот так вот пальцами это. Для того, чтобы перейти к бортикам, я ряд просто вот таким образом поднимаю наверх на предыдущий. И почти так же его пришиваю. Разница лишь в том, что в момент перехода от круга к бортику, когда пришиваю вот этот вот первый верхний ряд, я вывожу нить не в центре предыдущего ряда, а между двумя предыдущими. Вот тут, чтобы именно сюда и притянуть следующий ряд, чтобы он лежал ровно над предыдущим. И так же обматываю, прокалываю и затягиваю. И когда я сделала полный круг на втором, который будет идти поверх предыдущего, я пропускала нить уже в центре предыдущего ряда. Получается, что форма уже задана, и просто поверх пришивается новый ряд. А когда мы делали самый первый над донышком, нужно было его правильно направить. И если раньше я прятала хвостик и иголок по бокам между рядов, то теперь это стоит делать сверху или снизу между рядами. И так продолжаю, продолжаю и продолжаю. Вот такая вазочка в итоге получилась, и я пока решила остановиться. Чтобы закончить, я просто не добавляю иголок и пришиваю оставшиеся, как обычно. И лишь для самых кончиков делаю дополнительный стежок. Заканчиваю плести, делая такой же узел, как при вышивании, например, цепляясь за стежок снизу. Особо торчащие иголки вот эти, которые у меня не получилось спрятать, потому что их было слишком много, я решила просто обрезать их, потому что за обрезанные не так легко зацепиться, как за острые. И еще я начала плести крышечку. Специально сделала отверстие побольше, чтобы вставить туда шишку, чтобы она лучше смотрелась и надежнее держалась. Правда, у меня закончились иголки, но меня спасло то, что родители привезли с дачи еще, и они нашли где-то более длинные. Но они свежие и сочные, а мои полностью сухие уже были. Видите, какая разница между ними? Ждать месяц, пока они высохнут, мне не хотелось. Да и 33 градусов в квартире больше не будет в этом году, поэтому часть иголок я попробовала высушить в духовке на самой низкой температуре. Они вполне были похожи по цвету на те, из которых была моя корзиночка, так что можно продолжать делать крышечку. Ее я плела чуть иначе. Располагала стежки в шахматном порядке, а не друг за дружкой, как на донышке корзинки. При этом наизнанке получились очень красивые закручивающиеся лучи. Можно сделать и перпендикулярные линии, видите, какая разница здесь. Но для этого нужно делать каждый раз дополнительный узел, из-за чего сзади получается больше ниток. Для такого результата, когда делается петелька-обмотка, видите, если просто ее оставить, она заворачивается. И поэтому наизнанке нужно еще нить пропустить с той стороны, откуда она выходит, через эту петлю, вот так вот. Так нить прижимает к себе петельку и не даст ей сдвинуться по диагонали, и стежки будут перпендикулярными. Чтобы крышка красиво держалась на корзиночке, можно сделать такой ряд ступенечку, чтобы крышка на нее аккуратно вставала. Но я на тот момент не знала, привезут мне еще иголок или нет, поэтому решила просто завершить плетение. Тем более, что эта штучка нравится мне, как мини-вазочка для сухоцветов. Я рада, что тут у меня получилось сделать ровные ряды вверх, потому что, когда я пробовала первый раз, я в них немного запуталась. Как видите, я свою немного сузила кверху, а вообще работам можно придавать любую форму, словно на кончарном круге. Так можно делать не только корзиночки, но и тарелочки, подстаканники. Жаль, что в эту, например, не влезает эта свеча, а то она греется, и я все время ставлю ее на подстаканник. А так бы интересно смотрелось. И для начала, если вдруг вам понравился такой вид творчества, можно попробовать сделать подстаканнички, такие вот блинчики. Их можно декорировать разными цветами иголок, окрашивать их наверняка, и уж точно использовать разного цвета нити и разные узоры плетения. В интернете можно найти мастер-классы с очень красивыми техниками. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Я вас всех вот так вот люблю. Пока. Простите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова